ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужен пинцет. Борь, можешь тебе еще пудру дать, а? Как-нибудь в следующий раз. Мне нужно мать у компа заменить. Борь, что ты несешь? Какую мать у компа? Кать, это материнская плата у компьютера. В общем, не заморачивайся, дай мне пинцет. Держи. Спасибо. Только об своей железяке не поломай. Договорились. Завтра же принесу. Ой, подожди. Ты такой умный, ты все знаешь. Ай, хитрюга. Ну, чего надо? Ну, мне нужен телефон какой-нибудь с кубки или барыги. Тебе зачем, кроме почки, продавать больше нечего? Ну, не смешно. Ну, правда, очень нужно. Один важный человек интересуется. А, важный человек. Ясно. Ну, у меня, в общем, таких знакомых нет, но есть один приятель, который недавно загнал бабушки на кольцо с сапфиром по очень недурной цене. Завтра я ему позвоню. Борь, нет, пожалуйста, звони сейчас. Сейчас? Да. Да сейчас поздно уже. Нет, не поздно. Пожалуйста, звони. Ладно, давай. Постойте. Что? Сядьте. Султан, вы... Ты останешься со мной? Алиса, я готов был ждать этих слов. Целую вечность. Ты – моё чудо. Ты – моё счастье. Ну, да. Юная снежинка на моих губах Сделал я ошибку, полюбив тебя. На ветру летаю, ты меня зовёшь. Ночью я растаю, утром ты уйдёшь. У меня лишь вечность всего. А у меня лишь вечер всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. Я ещё не знаю всего. А я уже не знаю всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. И тебя желаю, я тебе желаю всего. А как же Тимка? Ты же с ним хотел вечер провести. Тимка ушёл к приятелю. Ему там новую компьютерную игру купили. Он там остался с ночевой. Поэтому я решила не откладывать нашу встречу. Можешь говорить нормально. Ну, тогда я тоже останусь у приятеля. Надеюсь, он будет рад. А молодые пусть остаются в своём пентхаусе одни. Кстати, о молодых. А почему это Алиса вышла замуж за своего отца? На неё что, молодые не клюют? Почему не клюют? Очень даже клюют. Один даже в аэропорт прибежал. Так. И на похороны её отца. Интересно. Рассказывай дальше. Ну, я точно не знаю. Вроде бы Егором зовут. Ну, нормальный, спортивный, короче, такой парень. Втрескался в неё по уши, за что и страдает. Так нужно этого Егора найти. Не знаешь, как? Ну, я думаю, это будет несложно сделать. Мы же с Алисой теперь лучшие друзья. Можно и у неё спросить. Слушай. А котелок-то у тебя варит. Конечно. На свадьбу к отцу. Тебя вызвонить была тоже моя идея. А похоже, тебе очень не терпится подпортить жизнь моему отцу. Назир, а почему ты до сих пор не в душ? Я бы тебе спинку потерла. Пойдём. Я тебя не укушу. Ну, и заявочки у тебя, особенно на ночь глядя. Поджог это дело тонкое, тут нахрапом не возьмёшь. Я думаю, с твоим опытом проблем не будет. Согласен. Но такие вопросы нужно решать обстоятельно, не за пять минут. А у меня сейчас нет времени, надо ехать. Жена на даче ждёт, да ещё тёща приехала. В общем так, сейчас у нас серьёзного разговора не будет. Ты прав, не спорю. Вопросы, правда, серьёзные. Но оплата тоже не кислая. В Ментурию столько не платят? Ну, это уже конкретнее. Ладно, давай так. Подъезжай завтра ко мне. Шашлычок, водочка, туда-сюда. Там и обсудим, как это дело провернуть. Адрес помнишь? Да, найду, знаю этот район. Хорошо. Мясо какое взять? Любое бери. Только я завтра отоспаться хочу. Ты приезжай, после обеда чай с кофе. Угу. Ну, будем. Давай. Да, детка. Ты не только в постели творишь чудеса. В ванной было жарко. А что это тут рассматриваешь? Назир, ты можешь узнать ухажёра Алисы по фотографиям? Ты его помнишь? Ну, помню. Так это что, страничка моей мачехи? Она доступна для всех. Тут у неё полно фотографий. Егор наверняка здесь тоже есть. Узнаешь его? Ну, наверное. Тогда давай смотреть. Давай посмотрим. Этот? Нет, конечно. Это же ботан законченный. Так. Вот, посмотри, какой солидный представительный мужчина. Да, это отец. Ладно, идём дальше. Подожди, верни предыдущую фотографию. Угу. Он. Прощай. Он, точно он. Смотри. Какое открытое, чистое лицо. Такое лицо не может обмануть и предать. Она что, до сих пор не убрала его из френдов? Не убрала. Вот его страница. Сейчас мы найдём телефоны. Пароли я. Опа. Телефон нашла. Даже ничего не пришлось делать. И что ты собираешься делать с бедным парнем? Иди сюда. Я собираюсь сделать святое дело, Назирчик. Хочу помочь воссоединиться двум любящим сердцам. Доброе утро. Я самый счастливый мужчина на земле. Всю ночь любовался тобой. Всю ночь не спал? Я боялся, что ты исчезнешь. Нет, Султан. Никуда я не исчезну. Я хочу быть с тобой. Всегда. Я так долго ждал этого, что теперь просто не могу поверить своему счастью. Я тоже не верю, что это происходит с нами. Если бы кто-нибудь хотя бы неделю назад сказал мне, что я по-настоящему стану твоей женой, я бы в жизни не поверила. Егорушка. Егорушка, уже утро. Ну, восстану. Я чай сделала. Слушай, я бульон сварила, хочешь? Ну, я сплю. Егорушка. Сыночек. Все. Прости, прости, прости. Слушай, ну, вот так фигово. Иди. Доброе утро, отец. Доброе утро, сын. Ммм, какой завтрак. Могу составить компанию. Можешь пока попить кофе. Я только что заварил. В холодильнике возьми колбасу, хлеб, масло. Это я отнесу наверх. Это для Алисы. Ну, и отлично. Тогда на завтрак не претендую. Да. Кстати, отец, хотел тебе сказать, очень хорошо выглядишь. Да. Даже помолодел. Спасибо, сын. Ты знаешь, я сам это как-то ощущаю. Словно крылья за спиной выросли. Да. И давно хотел тебе сказать, я рад, что ты стал отдыхать по выходным. Воскресенье святое. Для мусульман святое это пятница. В бизнесе, правда, выходных не бывает, но сегодняшний день я до обеда никуда не поеду. Отдыхать так отдыхать. Правильно. Там пышная свадьба была, все гости нарядные... Тамара, где Люся? Я на мобильный звоню не отвечаю, на домофон звоню не отвечаю. А здрасте сказать, язык сломается. Здрасте. Нету Люси, гулять пошла. Ну как так? Мы договорились с ней воскресеньем встретиться. Ничего не знаю. Иди, не мешай работать. Нет, Тамара, ну вы же знаете. Ну скажите. Ну пошел отсюда. Сказано нету, значит нету. Пристал, как банный лист. Знаешь, я чувствую себя просто мальчишкой. Я каждый день буду тебе готовить в постель вот такой завтрак. А? Если такой завтрак, то ты меня закормишь. Да. Ты же принес все, что было в доме. Все, что было в доме. Держи. Ну где этот глобный ключ? У меня есть еще башкирский мед. Да? Экологически чистый продукт. Там, на Южном Урале, знаешь, пчелы живут прям в дуплах деревьев. И мед добывают таким древним способом, да? Залезают на пятнадцатиметровые деревья со специальным таким снаряжением. Ну как альпинисты. Представляешь? Нет, не представляю. Я хочу, чтобы ты его попробовала. Сейчас, держи я. Сейчас принесу. Султан, постой. Я потом обязательно попробую. А сейчас главное, чтобы ты от меня никуда не уходила. Никуда. Понимаешь? Черт. Алексей Иванович, какое счастье, что ты нашел минутку ко мне заглянуть. Приветствую, дорогой, приветствую. Ну, я думаю, раз Лебедев вызывает, значит, дело срочное. Верно. Ну что, Алексей Иванович, готов заплатить должок? Вот ты как, а? Сразу быка за рога. А что тянуть? Не хочу тебе лишний раз напоминать эту историю со взяткой. А как же? И журналистов на себя взял, и не дал видеозаписи в интернет просочиться. Точно. Хорошо, что у тебя такая отличная память. Поэтому ты сидишь в Следственном комитете, в своем любимом кресле. Сорись. Я тебе благодарен, Павел Степанович. Благодарен. Кстати, как там тот парень, за которого твой помощник просил? Какой парень? Вещь хорошая, редкая. Были выпущены ограниченные партии. А как эти часы к вам попали? От отца по наследству. А у наследства документы имеются? Документов нет, но просто так получилось. Ну, судя по всему, их никогда и не было. А между прочим, торговать краденым нехорошо. Вас этому в вашем институте не учили? И Женя, что вы делаете? А что, тебе рад, что ты была? Где? Когда? Все, ку-ку. Ничего, будет тебе наука. А мне пора. Счастливо оставаться. Это как понимать, Назир? Женя, чисто верните. Это единственное, что у меня есть. Мне очень нужны эти деньги. Что, прости? Я что-то плохо слышу. Слушай, сюда, если ты решила торговать крадиным, будь доброй, имей стальные нервы. А нервничать в нашем бизнесе нельзя, погоришь. Да ладно, не трясись так. Отдам ведь тебе бабки. Считай, тебе повезло, я сегодня добрый. Держи. Сколько здесь? 120 штук. А почему так мало? Они же намного дороже. Ты что, права качать будешь? Бери, сколько дают. Ну, ты, надеюсь, не будешь против, если тебе как-нибудь позвоню? Да, искал вот одну вещь. Какую вещь? Помнишь, у меня в детстве был стаканчик для карандашей с картинкой? Помню, да. Что, ностальгия, да? Сейчас, подожди. Вот это, да? Я помню, ты еще этот рисунок перерисовывал в альбом свой, помнишь? Держи. Спасибо, папа. Знаешь, вдруг захотелось его найти. Такая прихоть. Бывает. Спасибо. Не понял. Какого парня? Запамятовал. Да. Так вот, на той неделе твой помощник звонил. Просил освободить одного парня, задержанного. Который по подозрению в убийстве проходил. Я все сделал. А он тебе разве не звонил? Но ведь это по сравнению с той услугой, которой я тебе оказал. Мелочь. Я очень надеюсь, я еще кое о чем могу тебя попросить. Разумеется, разумеется, Павел Степанович, разумеется. Но только по-дружески. Только вот без всякого давления. Ты благодетель, а я твой вечный должник. Ну, хорошо. Взыщу с тебя должок по-дружески. Шучу, шучу. Ладно, что надо. Да дело плевое. Нужно кое-кого отправить за решетку. Ой, ты проходи, Катя, проходи. Я деньги принесла. Ой, господи. И сколько же здесь? Там сто тысяч. Сто тысяч? А откуда? Свет не без добрых людей. Ну, сто тысяч, это же большие деньги-то. Кто же их просто даст? Вы же просили их достать. Я достала. Теперь уже какая разница, откуда они? достала, значит. Что вы на меня так смотрите? Ну, деньги-то ведь нужны. Ой, как нужны. Детка-то моя, родненькая. Да я же не знала, что ты так Егорушка-то моего любишь. Что ты на такое ради Него-то, поешь? Ой, даже подумать страшно. Спасибо тебе, Катюша. Да, Нина Егоровна, да ни на что на такое не пошла. На работе просто сказала, что у меня такая ситуация. Вошли в положение, одолжили. но единственная проблема отдавать каждый месяц зарплаты. А так что никаких жертв. Да, конечно, мир не без добрых людей. Теперь, теперь у нас все наладит. ой, не знаю, Катька, не знаю. Нас он как сглазил кто. Мне в магазине, в котором-то я работаю, сказали, что со следующей недели закрывается. Все, я безработный. Егор, он тоже нигде не работает, тобой, глядя, в тюрьму сей. Ой, нам эти деньги как нужны, да. А где Егор? Да спит. Целый день спит. Я не знаю, что делать с универом. У меня столько прогулов. Может, лучше взять академ? Как думаешь? Пустяки. Пропустил, и потом нагонишь. Султан, я так не могу. От знаний врача зависит жизнь и здоровье людей. А если я возьму академ, то в следующем году уж точно пропускать не буду. И что, действительно так хочешь продолжать учиться? А? Потом, наверное, захочешь работать по специальности. Ну, конечно. Я же с детства мечтаю стать врачом. А ты что, против? Нет, конечно, нет. Что ты? Нет. Твое желание для меня закон. Что ты? Просто я хочу, чтобы ты знала, ты можешь жить ни в чем себе не отказывая. То есть, воспитывать наших детей, быть хозяйкой этого дома, следить за всем. Согласись, лечить людей, воспитывать детей, одновременно это довольно трудно. Ты же, наверное, не захочешь, чтобы наших детей воспитывали няньки, а? Ну, конечно, о нянях не может быть и речи. А по поводу работы, когда наметятся дети, тогда и будем думать. здравствуй, 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 покурить, ну, на минутку. Что значит, отошел на минутку? Вам тут такие бабки платят, за то, чтобы вы на минутку отходили? Вы что, тут совсем офонарили, что ли? Да, распустил вас отец, давай ключ от кабинета. И камеру слежения выключи. Так я это не могу. Чего? Ну, в смысле, по инструкции, камера выключается, когда хозяин в кабинете. А я, по-твоему, кто? Ну, вы сын хозяина. И тебе что, мало? Выключи, я сказал. Кто-то. Мне, к сожалению, нужно идти. Как? Зачем? Останьте. Пора встречи. А потом еще этот ужин в ресторане. Понимаешь, это встречи, эти ужины, это часть моего бизнеса. Значит, мы увидимся только ночью? Ну, на прием в ресторане мы могли бы пойти вместе, но у тебя ведь траура. Знаешь, я постараюсь вернуться пораньше. Султан, я не могу так. Я не выдержу. Придумай что-нибудь. Я уже придумал. Значит, так, на встречу я иду один, а на прием в ресторан я пришлю за тобой машину. Договорились? Алло. Егор? Здравствуйте, Егор. Вам звонит подруга Алиса. Ну что тут? Все спокойно? Ага, покой, нам только снится. А что случилось? Приехал сынов хозяина, Назир Султанович. Разорался, устроил тут меня. Чумовой какой-то. Вообще, наорал, что ты курить отошел, я ему с конкурсом на минутку. Такой не нагоняй. Ты, главное, куришь, а мне не попало. А что ты вообще перед ним отчитываешься? Кто он вообще такой? Ну как? Сын хозяина, я ему ключи от кабинета дал, он мне сказал еще камеру видеонаблюдения выключить. И ты что, выключил? Хорошо, выключил. Ты что, братан, сдурел? Здесь один хозяин, султан, и с ним шутки плохи. А этот, Малакасов, он вообще здесь не хозяин. Он вообще не имеет права отдавать такие приказы. Давай, включай обратно камеру, надо еще посмотреть, что он делает. Подожди, ты уверен? Мало ли что, а то вставит нам потом? Вставит потом, если ты камеру не включишь. Не дай бог, что-то пропадет, будешь отвечать ты. Включай, включай. Ну что там? Ну сиди. Ну сиди. Кать! Кать, слушай, я тут лимон, Клюськина мальчик, отбегу, деньги ей отдам. Ты сегодня же в институт не идешь? Нет? Сегодня воскресенье. Правильно. Покорми Егорку завтра. А не сама покушай. Я там все приготовлю, просто разогрешь. Да вы не переживайте, все сделаю, я Егора покормила. Ой, Егор, слушай, я тут по делам ненадолго, а с Катей позавтракайся. Что это с ним? Опять не в себе. Разогрей. Тас? А чего это ты так рано? Здрасте, делать было нечего, вот пришел размет. Ну, молодец. Так работай правой, жестче. Здрасте. Привет. И что ты мне там на автоответчики наболтал? Куда ты собрался-то, а? А ты с кем была? Мы договорились утром встретиться. Что закидал его? С кем ты была? Да ни с кем я не была, просто планы немного поменялись. С подругой сходила в кино, что здесь такого-то, а? Куда собрался, я спрашиваю? Туда собрался. Слушай, ну надо сходить к следователю, сказать, что мы ну соврали про Егора. Ну, слушай, ну, Люсь, ну надо. Что мне надо сделать, чтобы ты мне поверил? Да я верю тебе. Ну, не знаю, ну, может, Егор на минуту голову потерял. Ах ты, ах ты гад! Ты еще мне говоришь, что я тебя не люблю? Да это ты меня не любишь. Может быть, ты еще отведешь меня к нему и подсунешь под него, а? И нечего мне с тобой разговаривать. А Егора твоего я засажу, ты так и знай. Тамара, ну почему вы думаете, что будет лучше, если мой сын будет сидеть? Что я думаю, это не твоего умодела. Я думаю, что ему будет очень хорошо в тюрьме. Там он получит по полной программе и по делам. А я думаю, что для вас, дочери, будет лучше получить материальную компенсацию. Ты меня не купишь. Ты меня хоть и золоти, а Егор будет сидеть в тюрьме. Потому что там место таким, как он. Сто тысяч. Сколько? Сто тысяч. Можешь думать обо мне все, что хочешь. Только ты меня здесь клеила так же, как Егора до этого. Я тебя? А думаешь, я ничего не понимаю? Показания дал, Егора сдал. И теперь ты Динамо включила, да? Дурак. Стасик, да может быть, я просто боюсь. Может быть, у меня травма после этого насильника. Да ты все. Может, травма. Но я все равно пойду и расскажу все следователю. Да иди! Кто тебе поверит? Но меня ты больше не получишь. Понял, чему поганая? Здорово, Стасик. Здорово. Здорово. Здорово, Стасик. Ну, как тебе моя дача? Строился от души, честное слово. Да, солидно. Здесь и гостей серьезных принять не стыдно. Ну, а я тебе о чем говорю? Все на уровне. И ведь все вот это собственными ручками. Давай присаживайся. Ну, а что касается твоего вопроса, то я тебе вот что скажу. Я тебе очень не советую связываться с уголовниками. Во-первых, они много блага запросят. А во-вторых, если попадутся, могут услить. Вот я этого тоже опасаюсь. Слушай, а еще варианты есть? У меня. У меня всегда варианты есть. По нынешним временам лучше найти какого-нибудь гаста безответного. И будет тебе счастьем. А он хоть этого. А этот, ты считаешь, не сдаст? Ты в нем уверен? Да, на все сто пятьдесят процентов. У него психология, раба. Как раз то, что тебе нужно. Будет молчать, пока не замочит. Да? Им одеваться-то некуда. Ну, вообще, вариант. А откуда он у тебя? Подарили. Он там что-то накуролесил, и один знакомый дознаватель его отмазал. А потом к себе в рабы взял. Затем мне подарил. По пьяни. Да ты не беспокойся. Гаст тихий, послушный. Мечтает скопить свои копейки, вернуться к себе на историческую родину, к родным. Наши терки его не волнуют. Ну что, прием удался? Все идет замечательно. Вы правы, Султан. Прием действительно великолепный. Вот. Что интересно, давно не виделись, а встретились, и сразу открылись новые подробности нашего бизнеса. И, что немаловажно, займовыгодные. Так сказать, надо чаще встречаться. Согласен. Мы в такой прекрасной компании. Очень приятно вас видеть вместе с красавицей-жимой. Благодарю вас. Султан, вы, как всегда, галантный. Да, я умею выбирать женщин. Султан, вот ты где. Я тебя в зале ищу, а ты тут скрываешься. Позвольте представить, это моя жена, Алиса. Султан, как вам удалось так долго скрывать этот истинный бриллиант? Алиса, вы превосходная. Вы королева приема. Правда, дорогая? Я совсем недавно познакомилась с Алисой и уже успела к ней привязаться. Она очень светлый и трогательный человек. Мне больно видеть, как она мучается. Она любит тебя. Она любит мужа. Так сказала мне русским языком. Поэтому то, что вы мне сейчас здесь рассказываете? Бред. А что ты хотела? Что она должна была тебе сказать? Она боится за тебя? Боится? За меня? Так сказала бы тогда, что крутить-то? Егор, неужели ты не понимаешь? У нее муж бандит. Он ее запугал. И после смерти отца, кроме тебя, ее никто не может защитить. неужели. если ты откажешься помочь Алисе, я даже не знаю, к кому обращаться. Егор. Алису надо спасать. При том, срочно. И сделать это можешь только ты. понимаете, здесь все зависит от сорта мрамора. Лучшие сорта мрамора, они сочетают в себе тонкие оттенки переливов с конкретно выраженным рисунком. Султан, вы, по-моему, о мраморе говорите, как поэты говорят о прекрасной даме. Это не моя заслуга, это заслуга мрамора. Недаром греки делали свои лучшие скульптуры именно из этого мрамора. Хороший мрамор, он как бы, как бы светится изнутри. Вадим Романович, рад видеть поздноимно, рад видеть. Позвольте представить моя жена Алиса. А мы с Вадимом Романовичем старые знакомые. Разве? Напомните мне, пожалуйста, есть что-то, мне кажется, у меня начался склероз. Мы познакомились с вами в Лондоне во время моего выпускного экзамена. Я еще тогда колледж заканчивала. Помните? А еще вы являетесь сотрудником нашего посольства в Лондоне. Правильно? Надо же, как тесен мир, кто бы мог подумать. Моя жена не перестает меня удивлять. Да, с тех пор очень много изменилось, правда? Вы стали супругой султана, а я больше не служу в посольстве. И, кстати, живу в Москве. И буду очень рад повидаться с вами, с вами, с вами, с ултан, и с вашей очаровательной супругой. с ултан. С ултан. С ултан. С ултан. 西 POPEX Ну, куда? Сюда нельзя! Ой, извините, пожалуйста, здравствуйте! Мне на одну минуточку только мою дочку Люсю. Пожалуйста, Очень надо. Люся, иди. Только не долго. Конечно, Люся. Ну и что ты припёрлась? Что ты сюда ходишь? Ты что меня позоришь, ты всё, а? Люся, да ладно тебе, дочь. Люся, ты хотела новую куртку купить. И что? Давай купим. И штаны новые. И что хочешь, дочь, купим. Только нужно пойти скорее, пока торговый центр не закрылся. Ты что, мать, разбогатела? Откуда бабки? Да мать твоего этого насильника дала. Много дала, сто тысяч. Так что мы живём, представляешь, Люська, сто тысяч. Только ты должна завтра пойти к следователю и забрать заявление. А? Не будет этого. Поняла? Даже не мечтай. Не заберу я заявление. Допустим, всё именно так, как вы говорите. Почему Алиса хотя бы не позвонила? Ты что, элементарных вещей не понимаешь? Алисин телефон прослушивается. Она находится под круглосуточной охраной этого бандита. Она не может так подставить тебя. Она не может с тобой выйти на связь. Единственная возможность общения с ней – это посредник. Какой посредник? Я, конечно. Егор, я тебя умоляю, не тупи. У меня просто крыша едет, реально. Не знаю, кому доверять можно, кому. Вообще стоит ли кому-нибудь доверять. Ты мне не доверяешь? Да скажи лучше, что ты испугался. Ну, конечно, это понятно. Кто Султана, кто ты. Жалко только, что Алиса не знает, что любит труса. Даже не хочу с тобой прощаться. Подождите, Инна. Извините, я просто не привык незнакомым людям доверять. Вот так, сразу. Егор, надо учиться. Ты же не в лесу живешь, а среди людей. В общем так, я у Султана на хорошем счету. Он не знает, что я сдружилась с девочкой. Так что я вне подозрения. Инна, я очень хочу ей помочь. Что вам с этого? Вы же ее едва знаете, меня вообще не знаете. Меня просто саму насильно выдали замуж. Так что я настрадалась. Вы даже не представляете, как это страшно. А сейчас то же самое и на моих глазах происходит с Алисой. Егор, я не могу это видеть. Извините, я же не знал. Да ничего. В общем... В общем, если ты хочешь ей помочь, ты можешь сделать это через меня. Что я должен сделать? Ясно что? Похитить ее? Люся, ты представляешь, сколько можно купить на сто тысяч? Я смотрю, уже представила. 50 ящиков водки. Что ты выдумываешь? Ты трясешься от нетерпения. Я о тебе забочусь. Да кто тебя вообще просил эти деньги брать? Иди! Перед людьми стыдно. Куда ты вообще лезешь, а? Помощи я тебя. Мать еще называется. Люсенька, пожалуйста, ну давай оставим, пожалуйста. Музыка так гремит, что в зале невозможно находиться. Мне кажется, что у меня просто лопнут барабанные перепонки. Я прав, Олеся? А по мне так это даже очень хорошо. Иначе мне пришлось бы курить в гордом одиночестве. Знаете, нас курильщиков отовсюду гонят. Как мне надоели эти новые веньи. Мы постоянно с чем-то боремся. Нет, я понимаю, что сигарета, она конечно убивает человека, но поверьте мне, это такая приятная смерть. Геннадий Ильич, это конечно не мое дело, но я вам как медик скажу. Вы действительно слишком много курите. Это какая, пятая сигарета? Это просто ужас. Вы только представьте, что творится с вашими легкими. Я поражаюсь современной молодежи. Они за здоровый образ жизни, ты представляешь? Наше время. Таких просто не было. Геннадий Ильич, вы все шутите. А вот ты десерт. Спасибо, дорогая. Что бы я без тебя делал? Здесь превосходная кухня. И знаете, десерты просто объедения. Как ты? Не жалеешь, что пришел? Ну что ты, мне здесь очень нравится. Приятно было встретить Вадима Романовича. Эти новые знакомые такие интересные. Геннадий Ильич, жена. Султан, ну знаешь, что я поняла? Что? Дома все-таки лучше. Что? Просили? 92-го года. Отлично. У этого вина невероятно тонкий, превосходный аромат. Кстати, если вино 92-го года, то оно сделано в прошлом веке. Как романтично. Врача, срочно! Гена! Гена! Спокойно! Гена! Все хорошо. Спокойно, я врач. Ну что же вы делаете-то? Ну, я пришел сказать, что Егор не виноват. Он! 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 Отдыхай. Э! Вот я у меня сказал! Вот я! Ты что это делаешь-то, а? Ты что? Я ж думаю, мы с тобой договорились, как интеллигенты-люди. А чего ты при людях-то? Может быть, ты и трахаешься с ней от моего имени. Сволочь ты. Сволочь ты. Сволочь ты. Сволочь ты. Продолжение следует...